Дорогие друзья, рада приветствовать вас. Сегодня у нас состоится лекция Рубена Папяна. Надеюсь, все его знают. Кто не знает, познакомитесь на тему смысл моей жизни. На самом деле, физическое присутствие Рубена мы давно не видели, чуть больше года. Поэтому давайте поприветствуем. Здравствуйте, спасибо всем, что пришли. Я приехал, в конце концов. Но, как ГУХА сказала, кто меня не знает, познакомитесь. Сейчас будем знакомиться. Как обычно, первым делом, я вижу новые лица, с которыми я не знаком. Поднимите, пожалуйста, руки, кто у меня повыше руки. Я не вижу. Скрято, я руки лечу. Почему они такие длинные? Да, пап. О, много, много. Благодарю вас. Спасибо, что пришли. Ну, я думаю, все здесь присутствующие, они уже в сфере, да? Есть ли кто-нибудь из новых пришедших, которые не в сфере? Раз, два, три. Ну, недолго вам осталось. Меня не было здесь годы и месяц, точно, ровно годы и месяц, по причине моего болтания на той стороне глобуса. Вот и все. За этот год у меня было X количество путешествий, знакомств, достижений. Ошиб не было. Не умею. Ну, значит, что такое ошибка? Когда прешь, даже в ненужном направлении, ну, да куда-то доходишь. Ну, дойдешь и видишь, оказывается, направление было правильное. Главное, чтобы остальных убедить в этом. Друзья, значит, сегодняшняя моя лекция будет такая. Смысл моей жизни. У него есть есть. О, какие? Камера, стоп-тип. Это к нам саджаться пришла наша. Она, если сказать, один из основателей. Кирпич в фундаменте нашего заведения. У него недавно родился ребеночек. Она сейчас мама уже вдвойне. Я не видел долго тоже. Значит так, смысл моей жизни. Не моей, естественно, а понятно, что поставили смысл у каждого человека. Те, которые не были еще на моих непосредственно разговорах, лекциями это сложно назвать, потому что это не лекция, это разговоры. В основном диалоги, не монологи. Так что мы будем интенсивно участвовать. То они обычно так, начинаются как банальное смысл моей жизни. А оканчиваются совершенно не там, где вы ожидаете. То есть то, что в человеческом, в социальном обществе считается хорошо, когда я болтаю, не всегда это получается хорошо. Как раз наоборот. И может быть даже наоборот. То, что в социальном обществе считается плохо, оказывается, оно очень конструктивное, даже мотивирующее. Мотивирующее, так сказать, заставляющее думать, по крайней мере. Ну, думать я буду, ты понял. Знаешь так, я предлагаю нам всем поучаствовать в этой лекции. И мне одному. Моя позиция. Пусть такая. Вы будете высказывать свою позицию, у каждого есть позиция. Что такое мнение? Я думаю, у каждого есть. Своё мнение, свою позицию. Ваше задание, вы её отстаиваете всеми своими фибрами возможными. Ну, если это ваша позиция, то она основана на логике, рациональности, опыте. Значит, она достаточно твёрдая, синяя. Вот. Для начала сделаем так. Мы, мы, как бы, зная и предполагая, что нам это всё давно известно, давайте напишем по пунктам смысл нашей жизни. Ну, я думаю, что мнение конкретного человека, оно будет устраивать нас всех. Если нет, подумаем, почему. Вот у кого кто может назвать хоть один смысл своего существования? Простите за своей жизнью. Давайте, опаляйте. Ну, наверное, качественное изменение, качественное изменение человека, его духовное, повышение его духовного образа. Для чего всё это значит? Так. Наверное. Дорогая, вы наша, так сказать, старый мой друг. Здесь есть молодые. А к смыслу жизни они ещё не подходят? Они бы хотели подойти. Это мы напишем чуть попозже, но не в виде качественного изменения человека. В случае я спрошу, человек умер, можно ли это рассматривать качественным видоизменением? Ну, это же не жизнь, это рассматривать. А никто ещё не рассказывал. Вообще-то никто не возвращался. Может, она жизни есть? Ну, это же видоизменения, но понятно, качественное или нет. Может, и качественное. Прекрасно. Отлично. Тогда мы бы спросили в этом случае Алию, но это уже чуть попозже. По сценарию сейчас не так. Что подразумевает по словам качества? Так пока да, да? Самореализация. Ну, в смысле, смысл жизни. Взял, повесился. Это самореализация? Нет. Что вы подразумеваете под самореализацией? Давайте ваши постулаты так, чтобы они были ясны и неумны. То есть, не. Потому что, не самореализация. А он совсем понятен. Достижение, цель, гармоничный рост человека. Гидронизм. Гидронизм. Жить собственного удовольствия. Ну, это тоже да. Момент. Шикарно, как обычно. С правой стороны пошло протечение. Гидронизм. То есть, можно ли рассматривать, по вашему мнению, смысл вашей жизни эдунизма? Чего? Ага, подумай, что сказал. Ты женатый человек. Когда у жены все хорошо, мне тоже хорошо? Так это уже не эдунизма. Как это нет? Это знаешь, эдунизма. Когда у жены все должно быть хорошо, чтобы у меня было хорошо. Потому что, если вдруг мне нехорошо, то этой жены не должно быть. Ну, это одно и то же. У вас как-то в Алмате хидонизм. Восточный хидонизм. Можно ли назвать одним словом? Удовольствие. Да. От жизни. От чего вы еще получаете? От смерти? Это очень высокий уровень, но до этого когда-то растет. Давайте пока научимся о жизни. А что? Удовольствие. Удовольствие. Что еще? Не, мешает все. Удовольствие. Еще какой смысл? Мы говорим о смысле. Гэй, прошу вас. Наверное, когда умираешь, чтобы тебе не было... Учительно больно за прожитые годы. Чтобы было... То есть, каким словом это можно... Самореализация. Таким можно словом это выразить, когда, допустим, ты уходишь с этого мира спокойно. То есть, дети выросли, как бы там... Ну, все нормально. То есть, у тебя нет каких-то там... Уходишь из жизни с удовольствием. Да. Все с удовольствием. Можно ли сказать, что пока не пришел этот момент твоего ухода, то есть, пока ты живешь, ты мучаешься, потому что смысл твоей жизни, ля-ля-ля, придет только за минуту до твоей смерти. Видишь? Ага. Мы говорим о смысле жизни. То есть, вот завтрашний день. После завтрашнего. После этого еще. Значит, надо просто так жить, чтобы... Не было ничего. Да. Чтобы каждый момент не было стыдно за свое существование. А можно по отношению к кому-то? По отношению к себе. По отношению к себе. Ребята, подождите. Вы что-то говорите правильно, но не в состоянии как-то поймать хвост. Это получается. Если мне не стыдно за вчерашний свой день, значит, все хорошо. Получается, главное, чтобы мне не было стыдно, а что я сделал, совершенно не важно. Ну, у тебя же есть твоя совесть, которая говорит, ты делаешь правильно или ты делаешь неправильно. И она определяет твою точку зрения по отношению к жизни. Ну, хорошо, сделал ты вчера неправильно. Словесть пришла вечером, сказала, прости, дорогой, ты как-то неправильно поступил. Я тебе советую завтра поступить правильно, а то беспокоишь меня постоянно. Да, если бы завтра исправился. Или завтра исправился. Совершенно верно. Смысл вашей жизни что, не беспокоит совесть? Здесь речь шла о том, чтобы, когда ты уходишь из жизни, ты не жалела прожитой жизни. Вы говорите, как можно, тогда вы получаете удовольствие только в момент смерти. Ну, тогда можно вот этот весь период разбить на маленький период и сказать, что по истечении каждого периода у тебя должно быть такое состояние. Давайте я делаю заключение более простое для неумных, как я. Получается, смысл жизни сделать так, чтобы не жалеть, противно, не жалеть о вчерашнем дне. Смысл жизни не жалеть. Что да? Смысл жизни не ратоваться, а не жалеть. Ну, это как стакан наполовину полон или путь? Нет, дорогой, это позиция, с которой вы сами смотрите на свою жизнь. Я хочу кайфа или я не хочу боли. Ты чего хочешь? Кайф или боль? Вот, не жалеть о вчерашнем дне. Вот, смотри, какая логика. Не жалеть о вчерашнем дне. Ты не говоришь радоваться за сегодняшний день. Конечно, не жалеть о вчерашнем. Но у тебя же глаза повернулись в сторону самоубийства, такое внутреннее, восточное харакиви. Не, ну мы говорили о радоваться, просто когда умираешь, наверное, радоваться не так. Да подождите, умираешься. До смерти еще надо пахать. Понимаешь? Ее надо заслужить. Что вы, ваше мнение, коллега? Мы сформируем это. Придет, да? Мне кажется, смысл жизни меняется постоянно. Вот происходит какой-то этап, человек растет, не может быть. Вот у нас у всех разный смысл жизни. Это, получается, что у вас был вчера другой смысл жизни? Нет, не вчера, но, может быть, полгода назад был другой смысл жизни. Вот скажите вот этот смысл, который был полгода назад, который исчез. Нет, можно сейчас. Валя сейчас, который исчезнет через полгода. Да, да. Сейчас для меня вот гармоничный рост, гармоничное развитие. То есть через полгода исчезнет? Ну, я не знаю, может быть. А полгода назад не было этого. Полгода назад, да, другой был. Так, я немножко открою, потому что жарко становится с вами тут. Чуть-чуть. Давайте развитие запишем. Революция, да? Вы можете сказать о развитии? И я запишу, просто я спрошу, развитие чего? Себя как личности. Чувствует меня? Нет, чувствует меня нет. Я пример приведу, а вы проследите. Сегодня я ем курицу. Завтра я ем индюшку. Это же тоже развитие какое-то. Можно рассвету развитие или нет? Потом я ем свинил, потом я ем барана, потом я ем человека. Можно это назвать развитие? Изменение в духовное развитие? Секундочку. Сегодня я верю ни в чего. Завтра я верю в маму, потом я верю в папу, потом я верю в соседа. Так обычно идет. Потом я в институт, потом в диплом, потом в науку, потом в Бога. Потом в Рубена. Можно ли это рассматривать как развитие? Развитие веры можно рассматривать? Можно ли это рассматривать как развитие? То есть я верю в институт, в диплом, в науку, в работу в маму, не знаю, там плотло, а потом вдруг по каким-то их причинам я перехожу в веру. Не важно какую веру. Значит, мое разочарование в науке привело в меня в веру. Это развитие? Ну не факт же, что разочарование привело в веру. Развитие. Или после Бога только я? Можно как-то, может, тоже развитие. Обратите внимание на слово развитие. Не в смысле оно неправильное. Но что ваша голова, сознание, разум подразумевает под этим словом? На самом деле очень расплывчато. Вы даже деструкцию из перспективы собственного взгляда будете рассматривать как развитие собственное. То есть, это не развитие, это видоизменение. А вот эта женщина вот такая, будет смотреть на вас и отходить, говорит, блин, она же психически наркальится. Она же больная. Так иди объясни. Женщина, я развиваюсь, а ты тормозишь. Она говорит, и слава Богу, что, оказывается, я такой тормоз. Поэтому слово развитие, надо как-то смодулировать здесь что-то. Что-то оно есть, но это не это слово. Давайте видоизменение. В лучшую сторону. Да, она не из себя. Ой, ты в лучшую сторону. У тебя сегодня 10 миллионов, завтра у тебя 20. Видоизменился ли ты в лучшую сторону? Нематериального характера. Это получается, чем больше денег, тем духовнее человек. Нет, нематериального характера. То есть, как раз в плане денег. Сегодня я верю в Бога. Завтра я верю в Бога и в Будду. Значит ли, что у меня веры стало больше? Ну, тут надо, наверное, еще какие-то характеристики вашей веры. А что так говорят? Бог и Будда. Очень даже характерные. Там особенно объяснять не надо. Даже мне понятно. Нет, два призвания есть четыре. Когда мы говорим вот так вот, два плюс два есть четыре, еще неизвестно, четыре это хорошо или плохо. Тут мы застрянем. Одна надежда на вас. Спасайте, ситуация крайне обозрена. Вопрос. Смысл моей жизни. Смотрите, вы уходите в философию о жизни. Вы себя прочувствуете. И скажите нормальным человеческим языком, я его не понимаю, я постараюсь. смысл вашей жизни. Там было продолжение рода. То есть, секс. Ну, оставить качественного наследника на своих же миллионах. Но получается так. Оставить после себя потомков и более-менее качественных. По возможности. Для этого надо интенсивно работать над созданием качества этого потомка. То есть, в сексе, чем больше поту, тем качественнее потомка. Ну, кроме секса, есть еще и жизнь, есть еще и отношения. Воспитание. Ну, не беспокойтесь. Школа, улица, институт, а потом и все остальное потревожатся о воспитании вашего ребенка. Особенно он не ваш. Ваше дело создать. Может, какое-то познание себя? Самопознание или просто знакомство с миром? Наверное, путешествие. Самопознание каких-то своих возможностей, чувств. Самопознание. Как человека. Избегаем слова рост. Тут же загнемся на вот этих долларов. Рост – это значит шаг наверх. Самопознание не всегда шаг наверх. Когда человек осознает, что он скотинный. Можно ли это сказать, что он сделал качественный рост в своем? Ну, хотя бы сознание. Но смысл жизни – это же не только рост. Но он может… Это и говорит. Он узнает, что он может быть не только скотиной. Со временем. После того, как он был скотиной. А это ему должна сказать жена. Вот пока жена не сказала. Хорошо. Давайте. Самопознание. Что еще? Творчество тоже. Потому что после себя ставить нечто, что как бы… смысл жизни, творчество, то есть креативность. Креативность, да. Идея, да, какая-то? Это идея или креативность? Креативность, но больше, чем… Идеи можно создавать с утра до вечера. Пожалуйста, не проблема, да? Весь башка, она ведет ничем не за что. Креативность. Вопрос будет, что такое самореализация. Опять же, к смерти. Повесился я. Это был план. Самореализовался ли я? Если же был план. А ты повесил человек и хочешь. Как интересно самореализовался человек. Прямо личность выразил. На глаза, на лицо. Вот сейчас он и есть. Он и есть. Витал вес, а брал. Встех. Самосожжение. Во! Кстати, тоже форма сонализации. Хорошо, еще что? Что там было насчет секса? Вы же сказали? Воспроизводство рода, конечно. Секс называется. Проложение, да. Секс. Ну, что про нее есть. Смысл жизни. Секс называется. Секс называется. Давайте. Смысл жизни. Ва. Сохранение генофонда. Ну, не в сексе же. Только не в сексе. Он говорит, что моя жизнь не имеет смысла. Почему я генофон не сохранил? Не говорите мне никому. А эти бедные заволнуются. Ну, раньше было дом, что там, дерево. Ну, наверное, воспитание тогда просто потомство. Ну, сейчас дом, дерево, и что там? Сын. Сын перерошли. Любовница, то все. Ну, есть уже. Категории были широкие. Уже, уже дерево, дом и сын не удовлетворяет его гедонизм. Почему не удовлетворяет? Все туда вписывается. А то дерево твенунство. Ну, и дерево тоже нужно. Сын нужно. Ну, он всегда поделась, понимаешь? Плохой гедонизм. Для него дерево. Гедонизм с эгоизмом не путаете? Не, ни в коем случае. Не в коем случае. Хотя какая-то связь есть. Есть. Здоровая связь. С эгоцентризмом очень здоровая связь, когда ты и тебя больше не достается только в твой кайф. Это гедонизм. Хорошо. Продолжаем разговор. Насчет воспроизведения рода. Может, ты оставил память на себя себе? Именно посредством положения своего рода, посредством того, что ты остаешься в другой форме. Как вас зовут? Сергей. Сергей, ваш смысл оставить память о себе после секса. Ну, не память, скажем так. Оставить частичку себя после того, как меня... Интересно, пожалуйста, давайте подумаем. Является это смыслом жизни? Заглубный парень. А знаете, может, его просто в одно слово нельзя, смысл жизни не вписать. Да такие и очень некачественные тоже оставляют. Наследят потом, не уморишься. Ноталитет растет. Смотришь, один Макдон отходит вокруг. Давайте подумаем. Давайте сделаем так, проще. Идем к советским пустьевам голосования. Кто рассматривает, что его, лично его смысл жизни, это... Как он сообщил там? Оставить частичку себя. Оставить частичку себя. А несколько раз можно голосовать? Можно. Да, нет, мы сдерживаться. Давайте, да. Не, не надо возиться. Вот в этом деле поддерживаться не рекомендуется. Или да, или нет. Давайте. Кто считает, что да? Это смысл его жизни. Ну, полностью или частично? А что, с полночью ребенка, рожаю с полночью, у меня ничего не случилось. Нет, понятно, что ребенка полностью родить. На имеется в виду, что родили с москопом. Не только же это. Нет, ну даже... Нет, 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 нет. Подожди, смысл жизни, это не коробка одна, понимаешь, что я могу выбрать. Это список. Может быть, смысл жизни, это комплекс всего. Мы вот как раз этот комплекс сейчас хотим и вывести. Да, тогда я тоже с Сергеем согласен. Это одна из частей. Что-то про детей, короче, там надо. Раз, два, три. А остальные, почему их не устраивает? Нет, почему там не устраивает. Никогда не думали об этом. Комплекс, комплекс, не беспокойтесь, люди. Вы когда оставите, наследите под себя. Оно никуда не денется. Оно где наследили, там и остается. То есть обязательства ваши только увеличиваются от этого. А не то, что вот смысл моей жизни наследить. И я пошел следить дальше. То есть наследил, а теперь все это твое, теперь это надо. А вас спит, давайте мучиться, ночами не спать. Потом днями не спать, потом вообще не спать. И потом, и потом, и потом. Потом самое интересное, если это мальчик, это же женится еще. Понимаешь? Вот. А это сложное дело. Можно ли рассматривать это как смысл жизни? Наследить. Оставить наследник. Ну, наследить слово. След. Получается... Ну, хорошо. Пусть давайте запишем. Секс писать не буду. Слишком понятно. Значит, потомство. Осмышляйте свою жизнь. Вот четыре пунктика. А, как говорится, вы говорили, оставить часть себя, а не только потомство. Что, ногу оставить, что ли? А? Нет, потому что часть своего опыта. Ну, потом возьмешь, потом ему испортишь жизнь. Нет, часть своего опыта, часть своих знаний, часть своих открытий, которые могут пригодиться. О, интересно. Вот, очень интересно. Кто думает, что смыслом его жизни, очень деликатный вопрос поднял на друг, является... Оставить след. Да, след, то есть оставить после себя то, что ты знаешь. По словам «знаешь» подразумевается и в материальном интерфорте, кто думает, что это смысл его жизни. Кто-то в этом даже еще не знает. Я бы это назвал «наставничество». Не сам процесс, как ты это делаешь, а сам факт, что смысл моей жизни – оставить после себя пятно о себе. Или о том, что я делал, что я существовал не в виде своего сына, в виде своей работы, творчества, тому чему. Куда-то. Передать знания, опыт. Ну, это... Ну, это передача опыта. Да. Что осталось? Ну, небольшой вопрос. Мало, мало. У меня такое ощущение, что с жизнью все-таки побогаче штука. Понятно. Давайте посмотрим, что там еще может быть, что должно формировать или форкует смысл нашей жизни. Мудешаствовать и увидеть другие страны, любую культуру. Ну, удовольствие. Удовольствие же входит. Нет, нет, куда-нибудь под удовольствие. Ты так под удовольствие секс вынесешь. Ну, да. Это большая работа. Ну, удовольствие же... Кстати, это работа. У кого-то не нравится больше. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Может быть, ты полезешь в какую-нибудь... Африканское премию, где они кушают живых людей. Очень любые дела нет. Вот. Получить такое удовольствие, ты до этого не дойдешь. А если дошел, то... Но сам факт, что в путешествиях ты осознал, испознал, что в этом мире есть и такое, сложно назвать удовольствием. Но повлияет, скажем так, на богатство, это не знаю, я не ей скажу, на богатство твоего же опыта, который ты потом передашь своим... Давайте я на накопление опыта. Путешествие. Что мы передаем? То, что мы накопили на жизнь. Жизнь других людей. Можно сказать, что под понятием путешествия вы поднимаете перемещение. Да. Является смыслом жизни. Но не... Я живу человеческой жизнью. Объясняю. Восемь часов иду на работу. То есть до этого я встаю, моюсь плен, иду на работу. Работаю я в конторе, клерком. Ну так получил. Жизнь так сложилась. Креативная, романтическая такая работала. Отработал я до пяти часов. Окей? Потом возвращаюсь домой. Из-за телевизора. Из-за дивана. Сижу дома, на диване, смотрю телевизор. То есть, как сказал художник, узнаю мир глазами Синкевича. Вижу мир. И вот так всю жизнь. Это есть хорошо. Вариант другой. Я перемещаюсь, как сам Синкевич. Выбирайте. Можете ли сказать, что смысл жизни в перемещении? Ну вот для меня это важно вообще, как смысл, перемещение. Нет, ну работа он входит, он тоже след перемещается. Ну слушай, смысл жизни. Это как инструмент какой-то, он что-то делает, знакомит. Хорошо? Смысл жизни – видоизменение условий самого, самой жизни. А с точки зрения этого первого, если он все эти условия выполняет, даже если он просто ходит на работу, но он получает удовольствие, сам опознает, креативность какую-то проиграет. Почему это плохо? То есть, принятие чая. То есть, чай – это больше. Вы живого крема принятили? Слушай, ребята. Принятили счастливого. Нет, я не знаю, самопознание, креативность, потомство. Нет, его эта работа просто зарабатывает деньги. На самом деле он как-то… Неужели вы думаете, что внутри себя, где-то там, клерк рассматривает смысл своей жизни, быть клерком и жить клерчью жизни? Конечно, видоизменение в сторону комфортности своего… Это вопрос или это какие-то? Это вопрос. Тогда вы в форме вопроса, вы скажите. Ну, видоизменение в форме комфортности физической и… Мягкий диван, нам еще мягче. Ну да. Может быть, у кого-то это и есть смысл жизни? Меня просто интересует. Является для кого-то смыслом жизни, а видоизменением условий этой же жизни? Конечно, да. Ну, хотя бы. Был тогда маленький деванчик, побольше. Да. Ну вот надоел мне маленький. А потом поменьше хочу, надоел мне большой. Ко мне баба приходит, я с ним не встречаюсь. Она там, я с день пока доберешься, уже ничего не хочется. Поменьше. В смысле жизни? Подопребительство, что ли? Ай, как хорошо сказал. Потребительство. Сейчас, сейчас, сейчас. Это очень интересно вы сказали. Давайте мы напишем. Значит, видоизменение условий. Посмотри, я вам интересно сказал. Потребительство. Является ли потребительство... Смыслом жизни. Слушайте, ну, смотрите, любовь... Сейчас, да? Да? Потому что я имею в виду потребительство. Ну, сейчас можно... Как вы имеете смыслом? Можно ли любовь рассматривать, как потребительство? Конечно. Просто, кстати, любовь, как чувство, да? Ну, вот, любишь какого человека. Я не хочу потреблять его, да? Своим образом, если ты прям так... Говорит, помидоры любишь, кушать, да? А теперь давайте посмотрим. Человека любишь, да? Что-то подразумевается под этим. Ну, что только не подразумевается. Давайте делаем эксперимент. Я прилетел с Марса. Ну, пистолкает планету, у нас совсем по-другому. Совершенно все по-другому. Во-первых, нет воды и того, и сего. Вот я прилетел. Я слышал слово любовь. Сами разговариваю. И вы, например, любите кого-то. Ну, такой неожиданный такой вариант. И я спрашиваю, как я люблю. А что такое? Как ты это делаешь? Объясняйте мне с Марса. Вот попробуйте мне объяснить, что такое любовь, для чего она нужна, и зачем она в этот случай вам нужна. Сейчас. А я попробую понять. Я просто не знаю, я попробую понять. Ну-ка, давайте. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, любовь-то энергия, наверное. И в этом плане ты ее больше отдаешь, чем получаешь. То есть, ты скорее не получаешь. А зачем отдавать? У всех по-разному. Ну, когда ты хочешь, чтобы у любимого человека было все хорошо. А что, не плохо? Чтобы было еще лучше, чтобы у всех. А зачем было лучше? У него как раз в руку, сколько надо? Я не понимаю. Я с Марсом. Будете чувствовать, что я так как бы надо. Я не могу сказать, что я так не могу. Я не могу сказать. Любовь-то как движущая сила всего, да? То есть, без любви невозможно как бы движение. Вы знаете, у нас на Марсе вот так. У нас на Марсе без страха невозможно. Причем мы друг другу даем страх, чтобы человек еще больше испугался. То же самое ненависть. Отлично. То есть, тот человек, шикарная энергия. Знаешь, как убегает? Ты бы видела, как они бегут. Какая энергия придет? Любовь то же самое, да? Только прибегает. Ну, да. Желание пожертвовать собой или своими. Любовь это форма самоубийства? Нет. Во благо другого человека, то, что мы как бы подождем. То есть, взял ножки, красиво себя порезал, разложил на тарелочке и попадет в другом. Блин, как высокие отношения. У нас как-то на Марсе просто... У нас не кушают друг друга, так? Причем это так? Ну, давайте, рассказывайте. Интересно, пожалуйста. Любовь это безусловность. Беспредел, что ли? Ты принимаешь этого человека, да? Как он есть? Ты даже не человек. Мы должен, а Марс у нас есть президент Марса, мы его приедем. Понимаете, у кого есть? Желание быть рядом с этим человеком. Ты когда пришла, я тебя не заметил. Прямо так, как она пришла, я ее не заметил. Слушай, хорошо выглядит, блядь. Это говорит о моем вкусе, он улучшился. И что? Что еще там, о любви вашей? Вот, девушка говорит, инстинкты. Каждый хочет обеспечить себя чем-то. Вот с этим человеком. Своё будущее, может быть, свою старость. Подпотребление. То есть, это мне как не отсюда понятно. Значит, чтобы обеспечить завтрашнюю свою старость, я выбираю жертву своей любви. Просто еще происходит. То есть, и чтобы я был уверен, что я обеспечил себе старость, я начинаю любить. То есть... Нет, мы говорим, что я не хочу. Потребительство имеется в виду, наверное, надо рассматривать все-таки в сторону каких-то материальных вещей, а не в сторону эмоциональных. Давайте мы на любви, в конце. Я просто не знаю. Меня интересует ваша позиция любви. Если вы это используете, то вы точно знаете, что для чего, как и как оно делается. Учите меня. Ну, мало ли, мы используем, не понимаем, чего мы используем. Так чего вы не скажете прямо так? Нет, бывает... Ты мучаюсь, хочу понять, и не въезжаю. Бывает же, любовь разная. Любовь к родителям. Да. Любовь к родителям. Да, к Христу. Мы тоже связаны с родителями, да, они беспокоятся о нас точно. И мы тоже уважаем своих родителей. У нас по протоколу так положено, окей? Я не знаю, что понятно, любовь. Своих родителей. Это, наверное, многограмма из каких-то отношений, по отношению к чему-то. Она разная? Да. Любовь. Абсолютно разная. Мы вас закроем в клетку, через пять лет обратно на Марс отпустим, и вы узнаете, что такое любовь. Своей планете. Вы знаете, мы тоже так делаем. Это называется необходимость. Это называется мучение у нас. Мучение здесь, а любовь там будет когда-то подлезать. Да, любовь это же иногда... Я понял! Чтобы понять любовь, мне надо заранее помучиться. Иногда так бывает. Вот оно, как это делается у вас. То есть человек сейчас, который не любит, он мучится. Все правильно? Наоборот. Я не понимаю. Это получается, я прилетаю на свою планету, чтобы мучиться, получается. Да. Вы любите, чтобы мучиться? Мы мазохисты. Да тут у нас очень сломый финиш. Вот у каждого, кто здесь сидит, своя любовь, свое понятие о любви. Мы не сможем прийти к единому. Да мне хоть одного покажите, я хочу его понять. Выберем конкретный какой-нибудь случай, помягче, там попруще, я не знаю, какая у вас там любовь бывает. Потупей, вот это объясните мне, а потом уже сложные варианты. Ну, чтобы вместе развиваться, мне кажется. Рост, как это идеал. А, да, слово нехорошее сейчас, как оно было, самопознаваться. Заботиться, альфа, альфа, альфа. Уже есть, так называются? Тоже любовь. Ну, нет, ну, разумеется. Учение у нас называется так, вот мы в группе сидим, и начинаем не изучать с другой. А любовь? Ну, это, наверное, тебе, когда ты без человека не можешь, и в то же самое время тебе от него ничего не надо. Может быть, это эмоционально? Очень любопытно. Смотри, как крутанул. Когда ты без человека не можешь, ну, пошел он нахрен. Зависся. Мне от него ничего не надо. Вот, я не могу без тебя. Ну, давай отсюда. Лучше, я не могу, но... Тебя-то ничего не надо. Да ты другой. Но я не могу без тебя. У нас психически нарушение. Есть такие? Да, есть, я знаю. Вот она знакома с нашими. А будет сложно объяснить, друзья. И не думайте по тому, чтобы не знать, что такое любовь. Ваша цель узнает. А вот мозги не встречают. Знаете, почему? Они просто ее разукрасили. В удобную социальную форму. Чтобы объяснить свое чувство или состояние, вот, появились такие стандарты. Что такое любовь? А во всей вашей литературе, там, после любви, но субийство идет, это и убийство. И это считается высоким чувством. Я издесняюсь. Там у Шекспира вашего, который, кстати, не сам писал, он сворвал все это. Нехороший был человек. У Шекспира вашего то травятся, то вешаются, то колются. Как конструктивное чувство это у вас. То в козлах от него. Понимаете? Как-то непонятно, если любовь это состояние, которое для вас, для вас, для них большой смысл, то по логике оно должно быть конструктивным. По нашей марсинской. Вот хотелось бы посмотреть, в чем конструктивность? Ну, любовь же в мозгах не живет, поэтому мы вряд ли вам обусим. А в каком органе она у вас? 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 И там тоже. О! Да нет, ну. Создание. Любовь формируется в зависимости от органов, в котором она находится. Я правильно сказал? Самое интересное, правильно я сказал. Помидор любишь? Кушать да, а так нет. На самом деле, что ничего общего с любовью это не имеет. то есть определенные частоты привязанности к чему-то. Привязанность. У человекообразных на этой планете называется одним словом любовь. Вы сейчас хотите объяснить термин, который на самом деле не покрывает, это не крышка на одной ящике, это диапазон отсюда до сюда. Поэтому от декструктивного состояния до конструктивного состояния. Ну, потому что люди на этом этапе своего развития ну, скажем так, они очень умны, но не настолько, чтобы быть умными. Вот это все люди, социальное общество, подвело под слово любовь. А там надо категоризацию такой это придет не сейчас, но потом чтобы разузнать, что в тебе творится, чтобы понять, что этого надо опасаться, а вот к этому надо стремиться. Но человек на что реагирует? На интенсивность импульса. Понимаешь? планировал, а как это? А там все техника. Хочу сказать, вот интенсивность самого состояния в основном первоначально приятного, которое притягивает, которое притягивает. Человек называется любовь. Теперь то же самое отталкивающее, как называется? Думайте миллион раз. Отталкивающее ли состояние ненависти? Вот смотри, мозги говорят отталкивающее, а притягивающее. Поэтому есть выражение, это правильно. От любви до ненависти это не шаг. Вы не обманываетесь. Это то же самое состояние. Но в голове у человека он не может разграничить. Это всего лишь интенсивность состояния конфликтной любви. Вернулись назад, как я вам далеко сказал. Давайте подумаем так теперь. Противоположно от вот этого притягивающее из различий. Антипатия. Почему-то в антипатии мы не начинаем. полчаса болтаем о любви. А вот о любви мы болтаем по полчаса. Почему еще? Как можно болтать про эти пати полчаса? Ну, народ не болтает. Поднимаешь трубку телефона и начинается экзамен. Это можно вырыть одними шагов. Я вот так не люблю. Начинайте. Заменяйте. Хотел сказать, вот это декоративность любви, одекорачи. Одекораченная явлевание любви мозга социального человека. Это нехорошая вещь. Это полный самообман и дезориентация. И кто тебе не говорит, не любит. Пожалуйста. А теперь писать. Если ты точно знаешь начало и конец этого дела, и этого дела есть конец. извините. А кто хочет конечную любовь, оконченную, все же стремятся к бесконечной. Я тебя люблю. Вот. Что там сейчас есть? Через 15 минут я начинаю любить. До полдевятого у меня... До полдевятого я тебя люблю. Можно так? Можно ли это назвать любовью? Объясните, почему нет? Потому что ты запланировал уделить время. Вот очень любопытно. Получается, если мои же собственные эмоциональные состояния находятся под моим же контролем, то это считается в минусах. Правда? Или плюсах. Получается, бесконтрольность эмоционального состояния это есть хорошо. Наоборот, это адекватность, когда ты контролируешь не только любовь, а также. Это расчет адекватный. Вот, есть мнение, это расчет. Получается, если я точно умею рассчитать... Это хорошо. Перейди сюда, я тебе буду рассчитывать. Если я точно умею рассчитать состояние этого человека, которое вызывает у меня определенное эмоциональное состояние, звающее любовь. Это же она была. Я же до нее не любил. Ну, я любил, но это было вчера. Вот сегодня я посмотрел, пришла у меня буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Значит, ее какие-то параметры вызвали у меня какие-то реакции. Звали любовь. Но я понимаю, что этот человек такой сейчас и здесь. Но он же тоже видоизменяется, в конце концов. Возрасту, блин! Автоматически вся видоизменяется. Очень возможно, что в течение недели у этого человека есть прекрасная специфика «надоедать». Ну, это никому не знакому, конечно. Да, надоедать. Просто своим бытием. И это что, просто? Почему японские машины, или особенно итальянские, там, ланч, они симпатичны на первый вот взгляд. На второй тоже. На третий они симпатии проходят, а через полгода их даже не видишь. Хотя это та же самая машина. И мы о машине говорим, которая не видоизменяется. Потому что ты видоизменяешься. А тут и она видоизменяется, и я видоизменяюсь. И смотрите, вот этот моментальный touch, контакт, который меня соединил с этим человеком, пусть он будет любовью, и у него тоже. Попернул только так. Началось. Вот в процессе на всех видоизменений. Вот здесь начинается. И оно идет дальше. И если я фактически умею рассчитывать видоизменения ее, видоизменения, я понимаю, что дисбаланс или дисгармония, конфликты начнутся через полчаса. Очень просто. Через полчаса. Например, я грубо говоря, или через два года. И я, зная это, начинаю кайфовать сейчас о хедонизме, получать максимальное качественное удовольствие для нее же самое в течение его следующих двух лет. Именно потому, что оно пройдет. И вот когда пришло время два года, я знаю точно, у меня уже нет состояния любви. Так же у нее. Можно ли рассматривать, что все это плохо? у меня дочь вон сидит вся в соплях. Так и происходит. Сопли происходят. Со слюнами. Ну вот представьте, у меня, я был влюблен, она у него не была. Еще усложни. Я влюбился только так. Он даже не въехал. Это рань трава. А я люблю. Значит ли это, что у меня есть проблемы? Хоть какие, эмоциональные. Я искренне, качественно и так далее люблю этот человек. Плюс сопли. Плюс сопли. Сопли. Но меня интересует мое состояние. Изменяется ли изменяется ли от этого качество моей любви внимательно слушайте коней, если она меня не любит? Конечно, вы ничего не получаете. Азобрия? Ну вот как раз и вы. Они усиливаются. Да? Чтоб у тебя вот так усилилось. Чтоб жена тебя не давит, но он весь усилил. Нет, 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 нет. Вы толканы. Вы толканы. Интересно, что оказывается, влияет. Оказывается, любовь дело паразитическое получается. То есть я люблю ее, но хочу, чтобы наоборот. Кто хочет, чтобы его не любил объект его же любви? А кто считает, что он заслуживает любви этого же объекта к нему? Ну все еще за объект. Что за объект такой? Женщина приняла решение меня любишь только потому, что я тебя люблю. Не понятно? Поперла любовь. И получается. Мы желаем, чтобы были любимы. Садись, хватит. Мы желаем, чтобы были любимы. И мы думаем, чтобы быть любимыми, надо что-то сделать. Не так думаем? Иллюзивно нашли. любите меня так? Да. Это так правда. Это еще не любите. Что непонятно. Нормально, можно сказать, зрелищик. нравится? На чем мучился? Еще сексом каким-то заниматься гадостями? Вот. Ну, и мы хотим, что мы для этого делаем, что нас полюбили? Подвижи какие? Что-то начинает работать. Креативно. Во-первых, мы начинаем купаться чаще. Снимать себя грязь вчерашнего дня и вчерашней любви. Потом мы начинаем заниматься креативом, как петухи, чтобы привлекли внимание там и там. Потом открываем рот. Мы думаем мозгами сейчас задавлю. Вот. А она не реагирует. И что с нами происходит? Разочарование. М? Разочарование. Разочарование. В чем разочарование? Любопытно. В чем объект? В обрезке? В самом себе, наверное. В самом себе, в своей бессильности. Никогда. В любви, в своей бессильности. Вы замужем? Да. В два раза. Не останавливайся. Я не собираюсь. Понятно? Понятно? Ребят, смотрите, в чем мы разочаровываемся. Два две опции есть, да? В объекте и в себе. Давайте обе опции рассмотрим. Что происходит и что подразумевать, по-сому разочаровать. Мы разочаровываемся в объекте. Как мы это делаем? Разочаровываемся. Как мы это делаем? Находим отрицательные стороны. Мы начинаем оплевывать человека. И понимаешь, что в своей голове. Всю голову откроет, что он наплеван самоплевыв идет. Мы оплевываем человека только за то, что он не исполнил и это все. Значит, сама позиция «Я тебя люблю и ты обязан». Не получается, что это изначально позиция была такая? Может быть, ты ее не осознавался? Но твое поведение есть ли это хорошо? Как вы думаете? Это вообще не любовь. Вы научитесь, как это делать. А как ты можешь быть обязан? Секундочку. Я не показывал, как я это делаю. Я всего лишь анализировал шаг по шагу, чтобы посмотреть на ваши реакции. И на самом деле, я основываюсь на ваших реакциях. Продолжаю вашу мысль. Вы говорите «Да». Вы говорите «Нет». Я останавливаюсь и говорю «Здорово». Вы говорите «Это не любовь». У меня такое ощущение. Я посетил эту планету уже сколько лет. Точно так она выглядит. Да, так есть. Причем самое интересное последнее часть оплевания. Оказывается самое интересное. Там такой креатив придет. Не, но там же может быть накопление опыта. Почему сразу только две опции? Либо ты в себе разочаровался, либо в объекте разочаровался. мы берем случай. Прежде чем ты опыт накопишь, ты поплюешь. Это что? Понятно. Мы берем реакцию, когда объект не реагирует на тебя такого красивого. Ну, не реагирует. Ну, тупой объект, в конце концов. Да, ну, так получил. Ну, не видит он твою душевную красоту. Слепой. Близору. Значит, мы оплеваем этот объект. Нету ли здесь? Нету ли здесь? Кто-то не оплевывает. А что нет? Просто говорит, ну, у него, значит, хрен с ним. хрен с ним. хрен с ним. Нету, бывает еще так, что я продолжаю любить. Ухаживают, слушай, я вас так люблю и так далее. Вот он просто хрен с ним. Теперь понятно? Теперь понятно, парад. Все, мало. Нет, тогда может быть так оно и есть, может быть любовь такая на земле. Оказывается, нет. Я думаю, что вы скажете, нет, если ты любишь, то хрен с ним. Хорошо бы, если бы оно решило, а оно не решает. Ну, ты же не можешь повлиять на человека, чтобы он тебя полюбил. Ну, ты влияешь, но он и не любит. Вот как раз ты влияешь, и он и не любит. А не получается. Что ты делаешь после этого? Отпускаешь. Не дальше стараешься. Где так, Досик? Кофе дай, я не... Нет, с любой не кофе. Досик, кофе поставьте вон там. Разочаровывайся. То есть, искусственно создаешь... Обратите внимание, искусственно создаешь в себе условия для возникновения эмоционального состояния, подавляющего предыдущее эмоциональное состояние. И это есть правильно? Нет. Почему же вы так работаете? Я не оба скажу. Почему же социальное общество так работает? Оно везде так работает. Нас так научили. Возьми кто-то меня учил. Это автоучение стоит. Объяснил. Именно потому, что инструментов нет для контроля и понимания самой любви. Если она присутствует, ну так, хорошо, что она присутствует, не понимая, что она грузит уже. Прошло время, и она грузит не только его, но уже и тебя. И твоя система естественным путем начинает самозащищаться. То есть внутренние органы, где она набила, говорит, ну хватит уже, понятно, что любишь, не жить с нами. Говорит, нет, нет у меня жизни. Я книжку почитал, сейчас вешаться идет. В сценарии сейчас вешаем тебя. Не надо вешаться. Твоя любовь настоящая ждет тебя, ну подожди, три года. Нет, прямо сейчас. Или сейчас, или никогда. Или она, или никогда. Вот так вот мы делаем. И начинается внутренняя борьба. Грубым, тупым, идиотским путем система начинает тебя восстанавливать. Восстановишься, восстанавливаешься. Нет, ну, рядом нет. То есть то красивое чувство, сопливое, про которое в книжках написано, оно не функционирует так, как мы думаем, что оно должно функционировать. Теперь возьмем другой вариант. Мы оказались слабыми. У нас это называется, реально, там, самосознание, совесть, супчик какой-то. И мы не оплевываем ее. Ну что, оплевать-то надо? Оплевываем себя. По-другим мы с ним пойдем. Знаешь, я кривая, косая, тупая, у меня там то, у меня все, у меня ноги короткие, нос слишком длинные, то шеи, уши слишком круглые, и так далее, так, затылок слишком бритый, толстая, но если что я делаю. Это первое. Самое интересное, система, она начинает восстанавливать любые методы, чтобы подавить уже эту всю любовь, эту кашу, этот хаос интенсивный, рабом которого ты стал. Называй это приятным чувством. Очень приятным чувством. И она начинает давить. Причем, если сознательно «А что делать, ребят? Вы мне скажите, мы сделаем!» То есть не мы сделаем, а те, которые контролируют, ты же сделаем, ну что делать? Ну попер на любовь. Учиться надо, как любить. А то возвели ее в рам чего-то, а там смотришь, одни инвалиды вокруг. А ты это любишь. Не в любом случае, это конечно совершенно нормально, но в основном-то не работает, а могло быть. Представь, мы встретились. Любовь? Он говорит, конечно. О-о-о! Так долго? Говорит, ну мне 45 минут. Четко! А вы? И пошли! Совершенно что не идет? Эмоционально пошли. Я не осуществлю. Вот вы есть эти эмоции. Ну пришло время? Очень приятно. До свидания. Надеюсь, еще влюбимся. Конечно, конечно. До свидания. Чем не устраивает? Не устраивает, потому что сознательно еще не дошло на это. Вот и все. Когда-нибудь это будет так. Поэтому два раза. Поэтому правильно. Правильно. Не останавливаюсь. Это моя любви. Это что-то в смысле жизни у нас было про любовь. Ну давайте я запишу. С потребностью своего счастья. Как? С потребностью. С потребительством. С потребительством. Нет, мы связали любовь только в том, что это очень эгоистическое чувство. Может быть деструктивное. Очень движимая сила это любовь. Ее можно отдельно. Очень движимая сила это любовь. А вы страст пробовали? Какая движимая сила? А вы ненависть пробовали? Аку. Двигаешься только так. Все пробовали. Только так. Любое эмоциональное состояние очень подвижное. если интенсивность его увеличит. Любое. Оно ничем не отличает. Не знаю. Любое. Вот такая может быть. А все остальное внизу. Нет, ребята. Стимулирующий фактор чего-нибудь. Это правильное эмоциональное состояние. Выбираешь любовь. Welcome. Только умей любить. А не требовать от чего-то. От кого-то. Только потому, что ты не в состоянии например создать это в себе. Просто не можешь создать это в себе. И ты требуешь этого восполнения. Я люблю. Так. Ну давай. Дай мне что-нибудь. Не важно что. Но дай. Получается любовь. И это на самом деле паразитическое. Не говорим о природных формах любви. Я извиняюсь. Мать, ребенок, отец. Когда природа сама формирует эти эмоциональные состояния в интересах защиты вот этого же потомства, над которым вы работаете. Маэстро. А можно не любить и не требовать? В смысле никто не заставляет вас любить? Можно и даже не любить и требовать. И без проблем. А еще бить и не требовать? Конечно. Давайте посмотрим все-таки и вернемся к смыслу нашей жизни. Кстати, вот это сейчас насчет любви хорошо получилось, не в контексте. Это уходы системы. Вот я вспомнил Марс и меня понесло. Вот здесь. Что еще мы можем написать о смысле жизни? Что, кофе идет? Не идет? У меня уже любовь закончилась. Сколько давать? Она потихоньку делала. А любовь мы список не включаем? Нет. Мысл. Не является смыслом жизни. Нет. Внимательно. Я не говорю, что это плохо. Но признавьте человека, для которого умереть за свою землю... Это смысл отчасти. Это смысл. Умереть за землю с нами... Но когда это уже смысл жизни, это значит, в жизни он идет именно туда. Где-то ходится смерть за это, и вы скажите, и он прет. Оно не является. Оно может являться стимулирующим фактором, когда есть необходимость в этом. Ну, военный, блин, идет, но он... Я уверен, что это не было смыслом жизни военного умереть за... Именно умереть. Комфортно. Смысл жизни комфортно. Комфорт и хедонизм. Он сказал, что такое всеобъявляющее слово, хедонизм. Он в латинском языке. Хотя это греческое слово. Хедонизм. Под ним подразумевается все возможные формы комфорта. Хедонизм – это эмоциональное состояние человека, где не присутствует ни одной эмоции, вызывающей у него отрицательные эмоции и в любой дискомфорт. Вот это хедонизм. То есть, когда эта эмоция приходит с любой стороны, он просто отклоняется и уходит. Вот это хедонизм. То есть, человек, голодный на улице человек, хедонист, не то что его не увидит, он его испугается. Потому что этот человек влияет на его мир. Вот это хедонизм. Поэтому там подразумевается и комфорт, и все, и все, и все. Получение опыта, и на них не присутствует. А удовлетворение собой. А у нас же потребительство было. Ну то есть, ты живешь и думаешь, все, я абсолютно гармонично, мне все так нравится. То есть, и вот в этом отношении. Есть ли это смысл жизни? Смотри, какие интересы получаются. Мой смысл жизни, это дойти до точки удовлетворения собой. Нет, то есть, идти все время, потому что человек не может быть постоянно удовлетворен. Но идти к этому, к удовлетворению самой себя. То есть, слово удовлетворение здесь никак. К армонии. К самосовершенствованию. К познанию, наверное. Да, знаю. Ну то есть, комфортности самим собой. Удовлетворение. Ага, комфортности самим собой. Подразумевает ли это лечение своих же комплексов? Ну да, наверное. Можно ли назвать? Я подруга. Нахождение самого себя. Да. Смысл жизни это нахождение самого себя. Вот это непонятнее, что ты на латинском все говоришь. Говорить самопознание, наверное. Не совсем нет. Нахождение самого себя. Это конечная цель самопознания, наверное. Самопознание подразумевает все-таки ментальный фактор. То есть, ищешь и находишь. Нахождение самого себя. Смотри, у вас есть комплекс. Действие. Ну что-то произошло, и вот это комплекс. И вы начинаете познавать себя. И вы осознались, познали вот этот комплекс. А тут комплекс остается, он уходит. Да, ты узнал. Ты познал. Нахождение самого себя, это на самом деле, какой я есть в сущности своей, без комплексов. Ну, я могу это под самопознание, но в самопознании слишком много логики есть. Нахождение самого себя, оно... Ну, тогда совершенствование самого себя. Своему, своего пути. То есть, получается... Совершенствование. Такое, какое я есть, весь в комплексах. Ну, избавление, соответственно, улучшение самого себя. Совершенствование. Здесь, наверное, самосовершенствование идет в контексте к самопознанию или нахождению самого себя. То есть познать свое предназначение в этой жизни и понять, что нахождение самого себя. То есть вы платите это, да? Скажите, пожалуйста. Самопознание самого себя привело к тому, что я понимаю, что смысл моей жизни бесплатный, и моя жизнь имеет смысл, я вешусь. Можно ли это рассматривать как совершенствование? Это прохождение энергобаланса между собой. Вы себя не нашли в таком случае, раз вы погасились? Наоборот, если я не нашел, когда я нашел следы, я понял, что никуда не годится. Я нашел, я увидел, какая я свинья, хотя мне сосед объясняет уже 20 лет. Ну исправдаем. Вам надо подождать до завтра. Зачем? Я буду завтра та же свинья. А вы изменитесь, и сосед изменится. Замени соседа и все. Повесь соседа в конце концов. Всего и делов-то. Ребят, посмотрите, как интересно. Мы оперируем какими-то, вот мне на самом деле очень интересно, какими-то словами, которые, ну скажем так, если бы не этот разговор, то самопознание, самосовершенствование. Слушайте, все одно и то же, да? Само-совершенствование. Потому что соседу мучиться не надо, да? Вот, я говорю, а как начинаешь заходить и копать, и видишь, что там есть между ними какие-то разницы, какая-то разница. Это разница и эмоциональная составляющая, и ментальная составляющая. Найти свой путь в этой жизни, да? То есть, соответственно... Есть ли это смысл в вашей жизни? Найти свой путь? И куда? И куда? Сейчас придет такой деликатнейший вопрос. Можно ли сказать, что до сих пор вы его не нашли? Пути. Да. Тогда не найти свой путь, а следовать своему пути. Ну, или мы, да. Для вас это да-да-да. Для нас, для Мартема, мы же тоже раскладываем на микробы и становимся дураками. Найти свой путь. Помогите женщине, чтобы нашла. Понимаете? Следовать своему пути. Я правильно понимаю? Да. Ну да, но сначала найти, как бы нащупать вам, куда идти, да? То есть... Надо нащупать, потому что теперь путь нашла. Нащупать и вышла. Боже, да? Следовать своему пути. Да. Я правильно. Может, предназначение, надеюсь? Своему предназначению? Да, вот это можно. Можно. Ну, предназначение, понятно. Тебе одно оплатить, тому же. Особенно и... А куда у вас потребительство делать? Никуда. А вы смотрите, то есть потребительство связано с ресурсами. Качественные... Ну и жизнь моя, это тоже ресурс. Я ее, соответственно, потребляю. Я хочу получить максимум, как бы, из этого ресурса. Представляешь, если ты узнаешь, что ты не потребляешь от себя. Подожди, я не уехал. Это позиция или вопрос? Нет, это позиция. Но когда сформируете смысл моей жизни? Получить максимум из своей жизни. Качественные... А это херонит, помноженный на это. Получить максимум удовольствия, получить максимум открытий, чтобы поставить больше опыта, получить больше потомства. То есть выжать с соки из этой жизни. Не с соки, а как бы этот ресурс, научить использовать этот ресурс так, чтобы и жизнь прожить с кайфом, и... Себя отдать. И опыта дать. Не ограничивает ли вас в этом случае, ну, хотя бы пункт 7. А что такое? Следовать своему предназначению. А как он меня ограничивает? Очень просто. Потому что если ваше предназначение это 17 градусов лево, 18 право, то диапазон жизни, с которым вы сталкивались со мной, шире, шире, шире. И когда вы хотите получить максимум, это значит захватить еще больше. Ну, у меня по-любому всегда есть какие-то критерии. И оперируя этими критериями, получить больше. То есть, значит, получить больше, это значит, не взять чего не надо. Ну, как вы говорите, можно, да, порисовать? Порисую. Как вы говорите, вот есть пункт А. Да. Пункт А, да? Да. А есть пункт Б. Есть. Вот. И как мы сюда придем, никто не знает. А это все наша жизнь. Можно пройти вот так вот, да? Жизнь в год прямого. А можно ходить вот так вот. Можно. Это же А и Б, это ограничивающие критерии. Да. А все остальное свобода. И вот я хожу вот так вот. И по мальцам. Скажите, пожалуйста. Получаю больше опыта. Я вот об этом как раз, насчет опыта. Скажите, пожалуйста, Чингис, вы человечину когда-нибудь кушали? Нет еще. А вы получите побольше опыта, покушайте, вы будете один из редких волнователей, у которого будет такой огромный опыт. Вы потом потеритесь, кстати. Вы выжмите соки из этой шоки. Почему бы и нет? Нет, ну... Это не помешает достижению вашей цели. Или последовать своему предложению. Это всего лишь попушек с мясом. Какая-то из какой? Нет, ну есть, есть, есть ли об этом моего желания или есть необходимость? Слово нет. Но нет. Только что вы соки выжимали из жизни. Плюс только что вы каракули здесь рисовали. Неужели вы думаете, что в этих каракулях есть необходимость? Нет, ну так он на той каракле, то что куда захотел, вот пришло время мне попробовать мясо. Человеческое. Мясо, да. Я сейчас свернул и пошел в другую сторону. Мне не нужно пробовать мясо. Ну, вы не беспокойтесь. У вас в пути на своем жизни оно не написано. А, да? Да. То есть вы, вы это да. Что я хочу сказать? Вы банально. Вы сказали предназначение. Необходимость. Необходимость. Тут конфликтует элемент желания попробовать выжать из соки из жизни и необходимость выжимания этих соков. Вот куда вы пойдете? Жизнь всегда будет вам отдавать возможность выжать соки из нее. Выжмите вы или нет? Может есть, как вы же выжимаете? Хорошо. Давайте мы поставим вопрос вот так. Следим нашу другу, Ченгизову. В дозволенных ли критериях он анализирует сейчас свою свободу в этих карагулях? А что такое дозволенные критерии? Критерий, он озвучит ли, правильно, и не занесет ли завтра этого человека? Занесет. И сразу. Сегодня он поломает елку, завтра то, потом собаку поест в хорошем смысле. Потом его пригласят новые знакомые, покушать, я не знаю, какой еще, а потом еще новые знакомые, они все интересные люди, необычные, пригласят его покушать человека, мясо, ну, естественно, китайское. Не будем ли мы рассматривать, что его занесло? Или не будем? Потому что цель, которая раскладывалась, она в сущности, в его случае, очень логическая, его никто не заставлял. И это, не знаю, будет рассматривать опытом, это и есть опыт, исключительный. А у меня вопрос, как он сам будет оценивать на этот момент вот свой исключительный опыт? И как вы будете оценивать этот опыт? Его не занесет. Не каракулит, он мало нарисовал еще. Он накаракулит. Я думаю, эти критерии ограничены его моральными принципами. Вы мясо кушаете? Представление у других людей это может еще ограничено. Я-то да. Так, какое мясо вы кушаете? Человек и ел. То, что ограничиваете. Ну, курицу кушаете? Препочтим. А почему вы ее кушаете? Потому что ваши моральные критерии не ограничивают поедание курицы? Потому что ж никто и не спрашивал. Потому что моральные критерии, которые созданы, не вами созданы, а социумом. Плюс. Вы знаете, что в 20-х годах голод был такой, но еще во время войны, что людей кушали. Прямо в нашей стране. И без проблем. В очереди стояли. Жрать было нечего. Можем ли мы сказать все, что вся нация решила наплевать на свои моральные критерии? В прямом смысле людей кушали. Нет. Ну, тогда было необходимо, правильно? Выжить. Необходимо. Попробовать, чтобы получить новый опыт, это совсем другая. Браво. Можем ли мы сказать, возвращаясь шаг назад, у нас Чингиз имеет настолько твердые, правильные, заранее устроенные уже моральные и личные критерии, что его каракули будут точно гармоничными, соответственно, и никуда его не занесет. Вот имеем ли мы перед собой абсолютно такой металл человек? У меня ощущение, что этот человек артист. Поэтик заносит. Там не человека сожрут, там нации сожрут. Вот еще картину напишет. Ну, он экспонировал. Можно ли сказать, что выжимать соки из жизни есть смысл самой жизни? Жить самой себе и выжимать соки. Мы рассматриваем просто эту формулировку в негативной составляющей. Давайте ее в положительной составляющей рассмотрим. Почему нет? В которую? В том, что он хочет получить соки из жизни, выжить все. Почему вы решили, что выжить соки, это значит, есть там человека? Это никуда не можно пакостить. Хорошо. Давайте. Давайте. Давайте рассмотрим. Чингиз у нас чувствительный человек, деликатный. Он человек искусства. И он видел очень красивую женщину, которому очень понравилось. И это оказалось злой. Но потому, что она деликатная и ищущая, он с этой женщиной связался. Но проблем? Он счастлива-счастлива, он счастлива она, счастлива где? А вот тетя Маша нет, почему-то несчастлива. Можно ли рассматривать? Как в этом случае можно рассматривать? А, тетя Маша неужина. Да. Можно ли рассматривать, что он выжил соки? Да. Большой опыт. Очень красивая девушка. Ой, удовольствие же нужно тебе сказать. Он очень удовольствия, и опять кто-то несчастлив. Я хочу вас спросить всего лишь. Тут он даже соки не выжил. Никому плохого не сделал. Сам себя обогатил. Удовольствие получил только-то ты бы видел. Это что ты? Удовольствие получил только так. Но в семье пошли разлады. Хотя в семье он это не вносил. Как это рассматривать? Давай. Как урок? Опыт? Нет. В контексте положительного или негативного. Ну так, урок это же тоже полученный урок. Это же положительный урок. Еще раз вести своей жене. Знала бы ты. Потом будет все хорошо. Маша, знала бы ты, каким новым позом она меня научила. Да ты радоваться должна. Я тебе подруга. А то мы с тобой... Я тебя еще приглашу. Она еще не радуется, что-то непонятно. Женщики странные. Человек счастливый. Помолодел на 10 лет. А ты сейчас не любит. Не хочет она твоего счастья. Я понял. Для нее это тоже опыт. Ну это 15 минут закончились. Так же тогда. Мы только что об этом говорили. Все. 45, там 2 года, 15 минут. Правильно. Полежали, разбежались. А тут там же тоже какая-то тетя Маша, которая в него влюбилась. Ну у нее тоже 15 минут закончились. А там не так работает. Там часы остановились. Той Маше очень понравилось. Подход сама очень низа к вопросу жизни. Вот он это объяснил, каракули нарисовал. А она говорит, я хочу каракули. Давай вместе каракули. У меня же, ну легко, каперку с той стороны. Бывает так. Он не хочет. Секундочку. Это мои каракули. Я уже накаракулил. Вот она. А я? А она начинает или его плевать, или себя. Мы только что об этом говорили. Это пострадает, да? Хрен с ним. Или там. Можно ли сказать, что выжимание соков из жизни после подразумевает его же твердость? Твердость? Ну и хрен с ним. Наследил? Ну и хрен с ним. Да? Так получается. Нет, ну как это? Вожимание соков звучит как расточительство. А я имею ввиду умение оперировать своими возможностями и возможностями твоего окружения, чтобы получить максимум. Да отоперировал ты уже. И максимум получил от девочки. И она была очень довольна, счастлива. Ничего плохого нет. А почему мы все время рассматриваем положительный или отрицательный контекст? Нет, потому что наша коллега наш сказал, почему мы рассматриваем. С негативной перспективой. Давайте рассмотрим положительный перспектив. Я же привел пример, где все... Положительные только одни вещи. Нет, нет. Я и просто привел пример другой, где все хорошо. Все по логике все же хорошо, все же счастливы. Но как-то не все. Не все счастливы. Получается, что outcomes, выводы. Последствия выжимания соков, это не твои собственные последствия. Они распространяются и на место обитания, где ты эти шорт-соки выжимаешь. Так не ты один. И Маша тут. Как не крути-верти, вот так закрутилась. Понимаешь? И там последствия могут быть. Фактически, получение максимального удовольствия от жизни подразумевает сокращение этого же удовольствия для других из чужой жизни. То есть так может быть. Но обычно так и бывает. Я не говорю, что это плохо. Тебя самому решать. Но ты не единственный в своей собственной жизни. Там есть еще люди. Вот чего вам не хватает. Вот я жду, кто скажет. Что моя собственная жизнь, это не моя собственная жизнь. Вот как правильно сказали, что это все в одном контексте нельзя осматривать. А и Б. Тут очень много немалов. Частичка системы, наверное. Абсолютно много. Пошла на право, получила лево. Пошла на лево, получила право. Есть же такое, что моя свобода кончается там, где начинается свобода других. Но я все равно не ограничен. Потому что меня не ограничивают. Это со мной. А вообще ничего не ограничено. Чингис. Давайте там. Смысл моей жизни. Вот такая позиция. Что смысл моей жизни делает счастливым людей и окружающих. Можно было сказать, но пока никто не сказал. Все. Я просто с этим изначально пришел, но просто хотел именно получить, правильно ли я думал. И весь разговор именно свелся к этому. Давайте пишем что-то более важное в смысл вашей жизни. Может, для кого-то это не так. Ну, давайте пишем для кого-то так. Смысл моей жизни. Делай счастливым людей. Окружающим. Это счастье. Других людей. Близких. А ты сам. Это счастье мне подобных? Или счастье моего окружения? Моих близких. От грани... Близких. Нет, здесь оно не ограничивается. Изначально можно ограничить, скажем, родителей, да, с которыми ты живешь. Потом ты вырос, женился, у тебя своя семья, то уже круг расширяется. У твоей жены там есть своя семья. Круг еще расширился. У меня смысла не хватит на всех. Вот это, что растратишь свои силы. Слава, почему в этом нет смысла растратить свои силы для счастья. Не рассматривать, больше посвятить. И это и есть правильно. Я считаю. Секундочку. Секундочку. Не будем спешить. Мы возьмем пример меня. Я могу видоизменять кое-что. Вот так говорят. По крайней мере, у людей, которые верят. Я могу им помочь, видоизменить. Может, на самом деле, не могу. Должен ли я это делать? Сами решили. Если это ваше желание. Если вы хотите, чтобы по отношению к вам то же самое сделали. Нет, нет, нет. Давайте мы мою личность, Рубен, забудем. У нас есть персонаж. Вот такой вот персонаж. Рассмотрим. Это я. Я могу это делать. Могу широко. Вопрос. Должен ли я это делать? Нет, не должны. Ты понял. Нет, не должен. А может, в России, у тех людей, хотят... Если соответствует вашему предназначению. Я могу. Я могу. Я могу. Если соответствует моему предназначению. То да. Значит, получается. Мое предназначение. Помочь кому-то. Да. Если тот хочет этого. Если вы этого хотите. Нет, если тот тоже готов помочь вам. Нет, мы говорим о тех, которые хотят. Да-да-да. Вот такое слово. Вот хотят. Вот прямо ждут. Очень. Тогда вы жертва. Как она интересно сказала. Получается, что смысл моей жизни посвятить ее кому-то, может из меня сделать жертвой. По крайней мере, мнение светы. Правильно ли это или нет? Должен ли я помогать? Слово обратите внимание. Должен ее использовать. Нет. Вы наложите на месте. Это желание ваше? Да, это желание. То есть, если есть желание, то... Вообще, на самом деле, тут надо рассматривать, насколько этот человек поможет. Потому что вы сейчас поможете, а может быть... Ну, я не знаю, там, ребенок ходить не умеет. Вы его давайте всю дорогу на руках таскать. И никогда в жизни не спустите на пол, и он ходить не научится. Да, он упадет пару раз. Но если вы ему все время будете помогать, он у вас никогда сам не пойдет. Правильно? Поэтому вот эта помощь, это вообще такая вещь. Есть же такой принцип, относись к окружающим так, как ты хотел бы, чтобы окружающие поселились к тебе. Если бы это было в балансе, то есть в балансе-то хорошо. А если ты будешь... О, щет! Подожди, подожди. Относись к окружающим так, как ты хотел бы, чтобы отнестись к тебе. То есть, если ты будешь делать добро, ты понимаешь, что и добро тебе вернется. Если ты будешь делать зло, то ты понимаешь, что и зло тебе вернется. Значит, смотри, как я сейчас переверну. Из-за недостатка добра, я отношусь к нему с добром, чтобы получить назад. Это тоже добро. А если у меня достаток добра? Для самого себя. Как в этом случае? Вы все равно будете давать добро. А, нам сейчас слишком много. Куда-то, куда-то подогатать. Ты человек счастлив, сам, допустим. Да, он и тянет, что и отмечает, и все остальные как-то будет менять. Наконец, мой человек. Были счастливы. Значит, давать кому-то. Совершенно не значит давать кому-то. Это значит быть кем-то. Не знаю, насколько вы въехали. Я не въехал. Можете еще раз повторить? Чтобы кому-то что-то дать, не надо кому-то что-то давать. Надо просто быть кем-то или тем, в котором он увидит то, чего у него нет. И может, это будет стимул для него. Я знаю, как сейчас понятно. Получается, и любовь мы видим в том человеке, вот если мы человека полюбили, да? Пример можно? Взял. Я ему дал. Теперь я жду добро. То есть я становлюсь зависим. Нет, он изменил уже ваше свое отношение. Он, может быть, вас недолюбливал, да? А вы ему дали, да? Он еще больше его стал ненавидеть. Почему? Он изменил свое отношение. Женщина шоу. То есть разбавилось, разбавилось чувство, да? Любовь и ненависть. Я сказал, молодец. А нахрен, мне его не будет. Да. Ты на его посмотри. Потому что если он будет постоянно вот такой негативный, он будет как бы инфицировать вот свой негатив. Себя я защищать всегда сумею. Ну, пробуй. Вы же в социуме живете. То есть мало быть самому счастливым, да? То есть ты не сможешь быть счастливым, если все вокруг вы несчастны. Как несчастно счастливить всех? Причем от этого получил еще кайф. Да нет, не просто нам всех защищать. Тем не менее, как будто... Я понимаю, что вы хотите сказать. Не делай несчастным всех остальных. Я понимаю, что вы хотите сказать. А мне кажется, не вы, а вот это позития социума. Социум не совсем понимает, что вы что-то хочешь сказать. Я поэтому сразу перевожу. Возвращаемся назад. Чтобы кому-то что-то дать, Гидоизмитин совершенно не надо ему это давать. Надо быть тем, в ком он увидит то, чего у него нет. И это вызовет у него стимул. Что это может быть. Но ведь вон, есть живое составляющее. Да, это может вызвать зависть, ревность. Да это отличный стимул. Шикарно. Завидуйте мне, ребят, я чудеса делаю. Вот завидуйте, только завидуйте в качестве. Когда качество будет завидовать, сами сделайте. Любить не надо. От любви вы сядете на диван, глубоко. Он говорит, что люблю. И эта любовь будет комфортной, но не стимулирующей. Значит, кроме этого надо еще. Получается, если я ему дам то, что ему надо, он будет крайне благодарен. Пришел, то есть в лотерею выиграл. И он встал перед лотереями туда и сказал, спасибо, лотерея. Вот ты мне помогал. И лотерея тоже. Ой, ну спасибо, сказал. Не получается так. А он тут опасный. Вот тут та опасность, тот того смысла, о котором вы говорите. Может быть, состояние моего окружения является смыслом вашей жизни. Очень сложно. Если это да, то вопрос. А как ты будешь менять это состояние? Я буду... Что человек делает? Он или берет, или дает. Что он может делать? Я буду давать. А что ты будешь давать? Я буду людям помогать. Вот тут ты попал на слово помогать. Попал ты на слово помогать. Спасибо тебе за помощь. Посмотрим, что такое помощь. Она гнетет ее. Ну-ка, мои гнетные сюда, там и носки стойкие. Ну, ладно, давай, ты будешь сейчас гнобить нашу машу. Она, а я буду пальчиками только. Кстати, она гнобит ее. Любовь называется. Не важно как. Ну, хотя бы из-за людей. И это мое окружение, это все мое окружение. Я хочу помочь. Как я должен помочь? Кому я должен помочь? Обе. Так. Она из глубины души ненавидит ее. Эта из глубины души ненавидит эту, но отозваться не может, потому что та давит на них. Любовь называется. И вот я хочу помочь. Скажи, пожалуйста, что я должен здесь? Чтоб они влюбились в вас. А вы покажите мне, по-другому можно на своем плену. Что, как? В смысле, вы же как-то относитесь к другим людям? Ну, и это же видно. А, объясню. Ну, только не будем. Сразу, а-а-а, сразу на десерт. Я еще пожараю супчики добрые. Давайте подумаем вместе. Ребят, мои лекции никогда не дают ответов. Они поднимают вопросы. Но они так поднимают вопросы, на которые ты никогда до этого не задумался. Ответ должен быть индивидуальным. Или придет, когда придет время. Я шел этим путем. Trust me. That's the right one. Вот. В таком случае, оба мои окружения, исходя из концепта моего коллеги, смысл моей жизни – помочь другому. Как я должен здесь помочь? Как вы думаете? Как вы помогаете? Я понимаю, ну, я не могу. Вот надо лекарство пить. А я скажу, а ты? Нет. Ты пошла к психологу, так рассказала, и все. Ну, психолог, все знаю. Рассказала в цветах, порисовала. Понимаешь? А сама в мышку как-то влюблена, потому что больше никого нет. Да. Ля-ля-ля. Ой, ты мог. Самое главное – я получаю кайф. Кайфую. Это я объясняю смысл жизни. Это объясняю смысл жизни. Это головой машет. Это головой машет. Помог ли я им? Почему? Я, например, получил большой кайф. Удовлетворил смысл своей жизни. Я самоутвердился. Нехорошо. Ну, помог ли я им. Они же сами не поняли. Я ушел. Они дубасит друг друга. То есть она дубасит эту. Ну, просто привычка. Слушай. Это я пришел, смотрю то же самое. Я говорю, вы меня разочаровываете. Извините. Извините, щек. Вот я вообще там твой химбар. В общем, терпеть не могу эти манипуляции. Вы меня разочаровываете. Они все везли. Ну, вот так вот. Я опять рассказывал. Нельзя. Я ушел. Одна другой ненавидит больше. Больше. Во-первых, все это было. Потом я еще со своим авторитетом опустил и одно, и другое внутри. Но эта винит ее за то, что чувствовала себя каким-то ребенком. А эта винит ее. И все продолжается. Я хочу помочь. А она нахрен моя помощь, когда мне нужна, получается. Не использует народ. Вот такая помощь. Ну, если любви нет, значит все. А? Если любви нет, мы уже говорили, что... А зачем мы обоедем, если они друг друга не обидели? Чего они тогда общались? А из-за меня? Молодец. Мудрейший вопрос. А из-за меня? Вся проблема во мне. А почему это твои? А потому что они от меня дойти не могут. Одна мама, другая жена. Ну, например. Например. Но в этом случае... Да-да-да. Одна мама, другая жена. И одна, и другая рядом, близко к телу. Ну, так получилось. Все хорошо. Одна мама, другая жена. Еще больше. И вот тебе дают. Проблема-то не в них. Они должны бы не встретить вообще, если меня не было. Значит, смысл моей жизни убраться во своя себе. Чтобы помочь своему же окружению. Правильно? Будут страдать же. Да, давай отсюда. Правильно. Да, смысл твоей жизни убирать. Вот как не было, так и не появлялось. Не появлялось, и все супер. А то пришел, и народ друг другу передаю. Давайте мы правильно сформируем. Что мы подразумеваем под помощью своему же окружению? Просто быть. Просто быть. Пример. Пример, да. Вот вы пример своему окружению. Да, может быть. Ну, я считаю, что пример. Это уже два раза посчитали. Я много раз. Хорошо. Жесткий вопрос идет. Жесткий. Поднимите руки те, кто считает, что он есть примером своему окружению. А его ли считает? Ваше имя, извините. Нилюфар. Нилюфар. Нилюфар считает, что он является примером. А остальные что? Чингис. А, нет. Ну, не в связи, а всего окружения, естественно. Для своего. Для своего. Для своего. Жуешь, пример, мы же все разные. Есть такое такое мнение. Я же понятно, но нет. Почему мои дети должны подражать мне? Ну, она и Голь посчитала, что это только и детство. Ну, не обязательно, дети. Я не считаю, что мои дети должны мне, допустим, там, для меня пример в другом вообще. Кто? Объясните. Интересно посмотреть. Не знаю, но говорят же, что лучше учиться на чужих ошибках, влежим, чем на своих ошибках. У меня, допустим, сейчас, вот лично я считаю, что вот я там яркий, наирчайший пример для того, чтобы моего окружения. Допустим, как лучше сделать, допустим, правильнее, там, не знаю, ну, вырваться из того, что было. Допустим, вот я это, допустим, там, если там сейчас считаю. Ага, окей, я понял. Ну, многие не знают ситуацию, фактически. Окей, переведу. Если человек находит свое решение в нерешаемой или сложной ситуации и побеждает эту ситуацию, должно ли это являться примером для другого? Может. Может. Если тот захочет, да. Вот, это то, что говорю я. Но вы подняли руку. Но это разве не пример? Это же пример. Должен, не пример. А-а-а, Айгуль хотела сказать пример, в смысле, я смогла, и вы сможете. Вот, понимаете, пример повторять вашим. Все ясно. Я понял. Она хотела сказать, что у меня получилось, ребята, и у вас получится то, что вы хотите. Вот это все. Это стимулировать, хотите сказать. Я хочу стимулировать друг друга. Окей. Ваш. Так же. Так же. Цель поставил, добился. Может, кто-то посмотрит и скажет, а, я то, что. Это понятно. Это понятно. А теперь пошло, тупо, исходя из эгоизма здорового. Кто считает, что его жизнь является примером для кого-то другого? Примером в смысле того, что вот делайте все, как я, да? Да, 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 вот в этом. Так же, наверное, никто не скажет. Может, вы не скажете, так, что-то? Ну, как я, бабайка, да. Вы знаете, вот, а теперь Айгуль сказал, давайте возьмем. Вот давайте возьмем меня, да? Все-таки, ну, если человек, ну, не очень стандартный. Если жизнь, ну, не очень стандартный. Ну, все не стандартный. Не может быть как нормально. Вот как чингиз, нормальный. Ну, я все-таки, где-то тамошка. Я свои короткие существую. И вы знаете, я не считаю, что мое существование является примером. Может быть, не пример не делайте, как я, а так тоже может быть. Альтернатива. Прикольно. Отлично сказал. Вот он сейчас высказал, слушайте, коротко, ясно, понятно, именно то, к чему я хотел идти. Я не считаю, что то, что я вытворяю, должно быть примером. Но считаю, что то, что я вытворяю, заслуживает. Ребята, это возможно. Значит, все возможно. Вытворяйте. Но, пожалуйста. Итак, если уж вытворяли, там будут последствия. Готовьтесь и к ним. То есть вытворяйте очень правильно. Без чувства свободы. Вот так. Это моя позиция. Теперь, продолжаем наш разговор. Интересный разговор получается. Он ведет в странном, высокоинтеллектуальном русле. Точка 8. Смысл моей жизни. Есть еще, нет? Смысл моей жизни, вы сказали. Расширь границы возможного для меня. Саморазвитие. Самопознание. Это смысл моего окружения. Смысл жизни моего окружения. Что это такое? Как это? Можно сделать счастливую. Забота. 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 Нет, это забота. Я не могу. Он сказал, что скатит свою жизнь. Может быть, совместное одновремение. Я сейчас буду за это ответить. Смысл моей жизни. Это состояние моего окружения. Сделать счастливыми. Сделать счастливыми. Состояние моего окружения. Сделать счастливыми. Ну да, да. Ну хорошо. Списать. А, ну дальше. Открылые. Все считается. Состояние. Состояние. Окружение. Ну давайте восемь точек. Самое интересное, мы в Сербии, когда эта лекция была, то есть тема та же, точки по-другим. Скажите, пожалуйста. Там здесь можно было. Посмотрите на... Я даже не знаю, она уже есть выставлена. Есть, есть. Там здесь не было. Ребята, скажите, пожалуйста. Кто считает, что ради всего этого стоит жить? Блин, ну где слова нет? Нету. Хорошая женщина, блин. Кроме вас. Кто считает, что ради всего этого стоит жить? Конечно. Ну мы же сами это сейчас выбрали. А если этого нет, то жизнь не стоит? Все равно стоит. А если жизнь не будет жить, то есть... Давайте пойдем жестким путем. На своей позиции. Жестоким путем. Насплажем из них. А мы возьмем пример, знаешь кого? Человека, которого мы все знаем. По крайней мере, занятый от нас только, насколько мы знаем. Гитлера. Жил ли он в своем удовольствии? Хедонизм. Конечно. Думаете. Нет, ну где-то, в чем-то. Не во всем. Да, машина у него была большая. Мы не уверены, что ему доставляло удовольствие. Молодец. Занимался ли он самопознанием? Да, да. Да, 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 да. Занимался еще. Креативностью. Ооо, какая-то. Нет, конечно. Нет, была идея. То есть, креативная. Для него, наверное, да. Окей. Занимался еще от потомства. Думаю, что после себя обязательно надо оставить кому-либо Гитлеру малого. Понимаете? Ну, тут сложно сказать. Сложно сказать, правильно. Ну, не прямым, но каким-то потомством. Самина народа. Чего это опыта? Передача. Передача опыта. Вот любопытно. Вы хотите сказать, что смысл Гитлера был передача опыта? Ну, он же там писал, как-то маленький. Хамф или Чебанка. Да не какой-то. Это предприятие. Ничто. Это Моан Камф. Да, моя жизнь. Ну, что ли самому не знать. А Камф, нет. А Камф, жизнь. А... Да, где-то жизнь, да. Он же написал там какие-то идеи свои, формулировал. Идеи пишет любой. Заявить о себе и в смысле жизни. Ну, заявить о передаче опыта. Вы хотите сказать, он передал другому, как стать Гитлером? Нет. Не передал. Описание своей жизни, это не передача опыта. Не, ну он тоже свой путь показал. Если что, можно вот так. Хорошо. Если что, отпусти по крупному. Хорошо. Следовать своему предназначению. Ну, не сам же он это придумал, да? Предназначению. И состояние окружения. И в смысл его жизни это видоизменение состояния окружения. Ну да, он же главный немецкого народа. Немецкий народ исключительный там. Сплошной позитив, я смотрю. Нормальный парень? Ну, что получается? Фактически. Следуя вашему смыслу жизни, или нашему с вами смыслу жизни, это мы любого, снова дьявола можем вписать сюда, тоже очень любят создавать потомство. Из-за этого надо делать вывод, что нет плохого, хорошего. Это все и деструктивно. Университетная формула. Да, и разрушает, и создаёт. Из-за этого можно делать сколько одни выводы, что смысл самой жизни в самой же жизни. и есть, неважно какая она. А всё остальное – это модификация и адаптация под собственный минимализм, или микромализм. Как ты начнёшь опошлять её же? Здесь мы всего опошлили, но сладко, симпатично, сузили и так далее, и так далее. Да кто мы такие, ребята, чтобы судить о смысле жизни, если самой жизни мы и не видели? Мы не знаем, что это такое. Всё, что вы делаете, существуете. Существуете в рамках того, где вы есть. Правильно? Такой, какой вы есть. И чё же мы тут сочиняем? На самом деле, условия созданы. Посмотрите на мою дорогую тётю Машу. Можно ли сказать, что моя тётя Маша такая, какая она есть, благодаря своей маме и своей папе? Да. Правильно? И не только. Является ли вот эта креативность составной и основной частью тёти Маши? Нет. Нет. Это приобретённое чувство. Но не чувство. Да нет, чувство, блин. Меня. Тётя Маша, вы приобретённая. Клетка папина с клеткой маминой создали тётю Машу. То есть она такая, какая она может быть, исходя из этого начинания? Обрати внимание на длину её рук. Почему рука решила вырасти вот настолько, а не настолько, как колбаса? А у меня она дольше. Именно благодаря маме и папе. И не потому, что ну вырнулись дурный хрен с ней, наверное, руками мало махало. Нет. Всё точно так, потому что по прототипу только так и может быть. Значит ли это, что наша тётя Маша ограничена? Физически. 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 Тётя Маша задали параметры. Физически. Является ли параметры тёте Маши её же собственным ограничением? Да. Правильно? Это получается, что из кожи вон она не сможет. она даже не знает что такое из кожи вон потому что все что существует ней существует ее кожи и давайте посмотрим другие слои тетя маша у нас родился в алмате гордок она кушала то что она пила то что она пила воду хотя бы алматинскую пянуть своими красивыми глазками на то что в алмате есть можно ли сказать что эти условия и пребывания сформировали какую-то какое-то представление разумную логику школа точек тетя маш такой как она сейчас и скажите пожалуйста вот если внутренние условия параметры заданы внешние параметры за какой же что же он может изменить но именно сознание сформировалась благодаря давлению изнутри и снаружи все правильно что же может изменить куда назначить жизнь можно убирать из дома строить школе прервать логическое как прервать если мы учились в школе должны учиться до десятого класса но вы видите в пятом классе избегать ну знаешь что прервает логическое 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 советское сейчас вот муж тетям маш тянется приходит человек деревне ну понятно своего сына привозит башмачку старая суши хочу деревне хочу башмаки мушей смотрит молодой парни что ты размер какой размер в каком-то классе седьмом это же какой ты горит размер носить будешь десятом не беспокойся с 8 его в техникум можно но сама же африка потом же и будет являться частичкой этого же ограничения тетя маша попрет любовь ну например книга генегритосом понимаешь она начнет там объяснять историю негров глубокую и что получается получается что в любом случае наша тетя маша будет ограничена чем-то и важно чем вот меня интересует ну давай блин жену ее затронули там тут же ревность проразывается защита я хочу сказать что имея одни и те же параметры результат можно получать разный там как с музыкальными инструментами например или с красками то есть имея там 7 струн я могу сочинить разные композиции и мелодии там по по своему стилю звучания по своему настроению имея краски я могу написать разные картины правильно одни цвета результат разные эмоции разные и отношения людей к этому разное и ценности этого продукта разные и моя моя как бы мое желание уметь оперировать этими параметрами так чтобы получать опять же максимальный результат и для меня как бы для а знаете ли вы ваши параметры в этом случае я их изучаю в течение всей жизни человек понимает что вне своей кожи я же могу комбинировать да вопрос сколько красок у тебя знаешь вот тут он начинает сочинять он же не знает и вот тут он ну знаете спросил сколько раз ну я хороший человек тут же бежишь в туалете пусть такого сказано вот интересно я почему я не на самом деле не встречал человек который скажет я плохой человек все хорошие все каждый о себе характеризирует тебя хорошим а живем в том же туалете куда я бегу как это получается может быть именно потому что каждый и не знает сколько у него красок и он начинает сам себе приписывать качество которого на самом деле не существует вот если бы он знал свои параметры точно знал свои возможности может быть они 10 раз больше чем он предполагает но не в этом направлении куда он придет а в этом направлении это получается он на самом деле реально никак не участвует то есть не может сформировать смысл своей жизни все что ему надо делать это жить скажете а очень просто не усложнять голову своими же собственную фантазии о смысле своей жизни то есть все эту муть которую мы наговорили извините вы и наговорили проблем именно в этой мути ребята именно проблема в этой мути вот смысл моей жизни креативности ребята того что неужели смысл такая маленькая что у нее то жизнь что смысл моей креативности я не могу даже сказать креативная вещь делаю или некреативную когда ну например лечу какого-то человек спасаю я не знаю а потом будет ли он гитлером или будет его чертином поваром каким-то абсолютно все равно потому что я точно не хочу добавлять дополнительные краски свою жизнь только потому что я кому-то что-то помог изменить это же инфекции это получается что его мнение в состоянии начинает влиять на меня я начинаю частично то есть частично мая начинает зависеть от них а потом от нее а потом от нее потом от нее и через год и ваша работать и где а меня нет вот как вы захотите такие у меня и создадите вот как будете чувствовать с таким вы меня и создадите вот будет сидеть вас 40 Вы скажете, какой хороший человек, умрёт счастье. И вдруг встанет он, галхват, и скажет, Рубен, вы самая неинтересная личность, которую я видел. Самое интересное, я забуду всё, что вы в А-40 сказали, я сконцентрируюсь на том, что она сказала. Вот такой я сильный. Вообще никуда не берусь. Только потому, что я сорока людей помог, я становлюсь рабом и жертвой своих же шагов. Так я вам скажу по-являски, мне это надо. Зачем? Я уже сам порисую картину и не буду зависеть от зрителей. А кто из нас не зависит от зрителя, покажите человека, кого не интересует чужое мнение. Я не подняла руку. Спасибо вам огромное! У меня такое ощущение, что я о вас знаю уже что-то. Легкое ощущение, что я о вас уже знаю. Когда вы кукетничаете сама перед собой. У меня ощущение, что... Может быть, я ошибаюсь? А может, нет? Конечно, ребята. Потому что вас внесли и засунули, что мнение о себе должно формироваться на основании мнения другого о вас. И вот если... Напишите! И когда вам... И когда, ребята, вы хотите себя представить... То мнение чужого человека становится еще важным. Вот она право скажет. Вот она скажет. Вот она скажет. Вот она скажет. И я получаюсь хорошим. Завтра она скажет. А но он, она. А по мне что-то не то. Я получаюсь плохим. Это что, ваша жизнь тут зависит от болтов ни других? Попробуйтесь внимательно. Разведена. Не замужем. Еморой. Ребенок-наркоман. Ну, я обыденные вещи говорю. Да? Потеряла груду денег. Заработал груду денег. То же самое. И так далее. О, у них мнение. У этих людей мнение. Ну, хотя бы о вас. Неужели вы сами зависите от этого? Да. Зависите именно... А вот хотелось бы, чтобы вы зависели. Может, от чужих не зависим, а от близких зависим, да. Посмотри на меня внимательно. Ну, да, это... Вот так? И вот так. Да. Похожа ли я на человекообразного, который зависит от мнения самого близкого, моих детей и моей жены? Это не значит, что я это не слушаю. Но завишу ли я? Ну, я завишу. Ну, это говорить не надо, это понятно. А зачем? Ну, пока не получается так, как у вас. Мне кажется, ты не единственная. Ребята, it's okay. Я просто хочу вам... Я хочу с вами прийти к заключению. Что там еще много зависимостей есть, которые настолько естественны, что даже сам смысл жизни, который вы мне объясняли, в сущности является тоже формой зависимости. Чем и ограничивается сама жизнь. Жизнь не имеет смысла. Смысл жизни или жить и есть смысл. А как ты это будешь делать? It's your choice. И это ваше собственное решение. That's the beauty of it. В этом и красота. Если кому-то предназначено по параметрам мамы, папы, социумом, я не знаю, там, Бога, заместителей, быть Гитлером, то он будет Гитлером. И он будет хорошим Гитлером по качеству. То, что нам это не нравится, не значит, что нет смысла в его существовании. Если бы не было, то мы не существовали. Но самое главное, что, грубо говоря, Гитлер сам. Он тоже долго мучился, прежде чем осознать себя, как Гитлер. И это нелегко. Точно это относится к всему. И Христосу, и к тому, и к тому, и к тому. Вам решать, кто вы. Гитлеры, Христосы, я не знаю, что там еще есть, разные. Что вы будете делать в вашей жизни? Вам решать. Но прежде чем вы будете решать, поставить такую творческую цель, вы внимательно в зеркало посмотрите. Не в смысле, какие вы плохие и хорошие. Просто, чтобы понять, а какой материал я для этого имею. Точно материал есть, он уже создан. И если ты поймешь материал, ты точно поймешь, что из него можно сделать. Иди креатить сколько хочешь. Можешь быть number one in the world. Вот так вот я вам скажу. Вопросы? Вопрос такой. Если бы изначально пообручал утверждение, что смысл жизни, самой жизни. То можно было столько и не болтать. Нет. Как бы разговоров лейтся дальше. Наверняка, там есть другие вопросы, которые вы подталкивали к тому, что это не так. Вы знаете, дорогой, все-таки, скажу так, встречаюсь с людьми, разговариваю то, о сё. Я пока не видел еще ни одного, который бы себя ментально поставил, вообще уничтожен бы, сказал бы, смысл жизни, самой жизни. Нет. Всегда субъективность суется вперед. Прошу вас. А как вы считаете, продавать детям детское оружие, это хорошо или плохо? Игрушечные такие. Я уже говорю детское. Игрушечные. Это не есть хорошо и не есть плохо. Это естественно. Отлично. Это не просто. Вы поймите. И молотком можно убить. Но это не значит, что молоток формирует убийцу. Нет. Абсолютно нет. Это не только детям и так далее. То есть, вот у детей появляется то, что всё, на-ля-ля. А был по этой логике момент, если бы он должен были друг друга перестрелять. У них всё это есть. Так они не стреляют. Нет. Есть же всё-таки личность, субъективность. Кроме оружия там даётся. И пирожное. Это получается, что человек, получивший пирожное, будет поваром. Ну, как-то не идёт всё это. Нет, он может просто сожрать пирожное. А может и не сожрать. Ну, ребёнка нельзя кормить пирожное, вырастет повар. Вот такая логика, да? Кондитер. Кондитер. Извините. Да, точнее, вы такая логика видите. Отпишу про маку повару. Точно. Оружие продать, всё, начнёт их перебивать. Ещё вопрос есть? Придём на рога, который тоже не хотели. Вы делите случайно. Ой, какой у вас сложный вопрос. Не сам вопрос. Нет, очень просто. Подождите, подождите, вот эта форма вопроса для вас простая. Нет, для вас простая. Для меня, не понимающего. Я сразу скажу, что вы подразумеваете под словом «верить». Что вы подразумеваете под словом «случайность». Если я не в состоянии сопровождать цепочку событий, от этого цепочка не перестаёт существовать. Причём это не одна цепочка. Это миллиарды цепочек взаимосвязанных. Я не в состоянии сопровождать. Я не знаю причины их возникновения. Я ничего не знаю. Я просто нахожусь в одном конкретное время, в конкретном месте, там, где происходит конкретный связь, пересечений и так далее. Понимаешь? Понятие «случайность» — это позиция и регистрация элемента пересечения вот этих цепочек. Это есть для меня случайность. Что такое верить? Я не кто, чтобы верить или не верить. От того, что я верю или не верю, я всё равно нахожусь там. Это случайность происходит перед моими глазами. Поэтому мне сложно, если вы спрашиваете, существует ли слово «случайность»? Объясняю. Это всего лишь субъективная позиция в зависимости от времени и места, где ты находишься. Всё. Это есть случайность. Самой по себе случайности в пространстве такого нет. Вот. Верю ли я, что пространство не тупое? Да. Это не значит, что я в состоянии понять цепочку и цовидений никак. Я всего лишь что-то месте. По-прочему, вопросов нет, как-нибудь космические? А то, что происходит? Можно, есть ли смысл нашей жизни, смысл создателя в нашей жизни? Очень интересный вопрос, дорогой. Правда, я уже это говорил? Слышите. Давайте short. Вы знаете, есть такие фотографии. Если вы посмотрите на «Юниверс» или «Галактики», но это побольше, чем «Галактики». Планеты, звезды, соединены вместе, в «Галактику» объясняло, да? «Галактики», вот эта груда звезд, соединены вместе, в «Галактики кластерс». Кучу «Галактик», миллионные. Эти кучи тоже соединены вместе. И когда издали, ты посмотри, очень-очень-очень далеко, посмотрите, на интернете есть сочетание, то вся эта взаимосвязь похожа на человеческий мозг. Как нейтроны. Да-да. «Солайт», вот такие, как будто мозг там. На самом деле, в одном вот маленьком, там, «Х» миллионов количеств этих «Галактик». И вот представьте, прям как сигналы идут вот такие вот. Вот так выглядит структура Вселенной. Вселенной не может быть, представьте, вот мозг. Это получается, что сигналы, теперь увеличьте сигналы в 3-3-3 триллиарда размеров. И скорость этих сигналов. Ну, как мозгу вашу. Это какие-то сигналы, благодаря этим взаимосвязям, они протекают куда-то. Так юниверс понимает, что он существует. По-своему. А мы находимся в одной микроскопической клетке в этом юниверсе. То же самое в голове. То же самое. Там миллиарды таких земных шариков в голове. И они булькают. Токи рождают. И вот на этих земных шариках живут человечки, которые и производят вот эту биологическую энергию. К ним придет. И сигнал пошел дальше. Биологическая энергия – это необходимая составляющая для жизни Вселенной. Вот это все. То есть позиции Вселенной. Камень, что жизнь самого человека, она никаким образом на всю Вселенную не влияет? На всю не влияет? Гипотетически. Сейчас я вот так объясню. Потому что вы сказали все так. Представьте, наша семья. И вот рождается какой-то свой следующий Гитлер. Не в смысле он что-то убьет. Нет. Он начинает объяснять, что это очень полезно прыгать. Все люди. И все люди в ритме начинают прыгать. Это меняет мое состояние. Вот я прыгаю. И вот моя. И вся эта планета начинает производить. Вот такие энергии. Ну потому что мы все 7 миллиардов прыгаем. У нас все. В ритме. Это конфликтует с внешней средой. Понимаешь? Сама вот эта частичка начинает себя вести как канцер. Как рак. Сигнал приходит сюда. Там возится в этой частоте. И не проходит. Он проходит, конечно. Но там система понимает, что в цепочке связи наступила дисфункция. Точно так же, как у вас в организме. Она сначала не умеет сказать. Она пробует регенерировать ее. Именно так. Как иммунность сердца? Как регенерировать? Никто с ней разговаривать не будет. Посылаются силы, заставляющие ее оперировать соответственно ожиданиям. Это может быть, например, уничтожение этого человека, который заставил тебя прыгать всех. Понимаешь? Или другого, который говорит, лежать надо. Совершенно не важно как. Но постоянно рождаются антиформы или антивирусы, которые изменяют вирус. Где сам антивирус, возможно, когда-то станет вирусом. Это же неизвестно. Но система старается его выздороветь, это составляющая. Она может ее и искарантинить. Такую оболочку создать, чтобы бум-бум-бум не выражалось наверх. То, что происходит, происходит на этой планете. Ну, понимаете, я вам сказал, что в мае было все-таки принято решение и так далее. И планета была переведена в состояние карантина. Она больная. Но не уничтожение, а карантина. На само неисцеление. Пусть она сожжется немножко, успокоится, а потом восстановит. Вот такой вариант. Но это естественное в основном или качество все равно жизни должно измениться? Качество жизни в любом смысле изменяется. В любом. Если мы сейчас, представьте, вот воздух у нас есть и так далее. Уменьшим воздух на 20%. Просто уменьшим количество воздуха, кислорода. Качество жизни изменится в течение двух лет. Оно же зависит от растения, которое ты съешь, от овцы, которое будет пастеть. Если вода видоизменится, автоматически качество жизни видоизменится. Вот это те инструменты, которыми оперирует большая система для коррекции качества жизни. То есть его как производителя этой жизни. Если не получается, ну уже не 7 миллиардов, а 70 миллиардов. Каждый прыжок, это уже инфекция. Летастазы могут пойти. То уничтожение. Ну это постоянно происходит. Потому что, ребят, на вас огромное ответственность. Не прыгайте. Не прыгайте. Не прыгайте выше своей головы. Смысл жизни в самой жизни. Пожалуйста, живите своей жизнью. Давайте мы на этом закончим мою болтовненку. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо.